приветствую я григорий кутовский известный в узких кругах как всеслав святозар и хочу поведать вам о своих значит полученных в результате много десятилетних исследований путешествий анализа литературы и мистических практик представлений о том что такое пантеон и конкретно пантеон балтославянский то есть ни о каком славянском пантеоне я говорить не могу потому что такого явления значит в природе не существует как не существует славян как таковых существуют современные народы говорящие на славянских языках чье этническое происхождение связано с самыми разными предшествующими народами например болгары это дакийцы часть дакийцев стала говорить по-славянски называется болгарами другая часть дакийцев стала говорить на разновидности латинского языка и называется румынами и молдаванами такая же история случилась и с белорусами значит современные учебники для школы в беларуси повествуют о том что территория в том числе беларуси а также более обширная была населена балтскими племенами которые постепенно ославянились временно превратившись в кривичи радимичей и дреговичей но при этом пантеон значит этих племен народности остался неизменным и вот он самый целостный поэтому выражаясь современным языком значит белорусский вот этот вот пантеон палтославянский содержит свыше полусотни богов которые имеют имена собственные я здесь всех перечислять не буду потому что это занятие будет неблагодарным поговорим о том сколько главных и как они в отношении друг друга расположены что касается других славян тоже восточных таких как великороссы и малороссы значит там мифология весьма фрагментарна и зафиксирована поздний период средних веков и честно говоря порой не вызывает доверия авторы которые об этом повествуют почему вот этот вот балтославянский пантеон представлен столь целостно потому что собирали этнографы и любители и поэты так сказать деятели культуры речи посполитой такие как ян борщевский александр сержпутовский павел шпилевский значит собраны многочисленные заметки относительно верования и они в современной республике беларусь изданы как энциклопедии мифов академии наук белорусской республики и как авторская книга олеся шамака мифология белорусов вплоть до того что у олеся шамака в распоряжении свыше 100 текстов который не опубликовал ни борщевский не шпилевский поэтому значит если говорить про что-то славянское с оговоркой что это локальное явление относящиеся к вот этой территории к этому времени значит до новейшего времени дожившие значит воззрение верования и выглядят они следующим образом значит есть бог творец тот самый который присутствует и в монотеистических религиях но как это часто бывает с традиционными мировоззрениями этому богу не приписывается влияние на повседневную жизнь он как бы создал мир как говорится запустил игру и со стороны наблюдает близкая по духу и по истории арийской мифологии то есть мифологии ранцев и ариев индии значит тоже говорит о боге-творце который создал и отстранился значит а зачем создал значит у балтославян об этом ничего нет но об этом есть у ариев индии брахма лива божественная игра ему так нравится он это сделал и все а вы как хотите значит распоряжаться всем будет богиня мать по имени макошь дальше идет богиня купала которая олицетворяет женскую сущность мистическую колдовскую увлекающую вызывающие страсть и и есть оттенок богини красоты значит подобно тому как есть богиня лада и леля но это богини рожаницы которые значит обслуживает скорее любовь масштабах семьи ну такой как попроще вот это вот необознанная страсть это купала есть и понятие богинь красоты как калая гожня и милавица звезда на небе который мы называем астрономии венеры называется на белорусской мове милавицей есть бог дондар то есть бог громовник он же перун у белорусов оба эти имени относятся к одному и тому же богу я придерживаюсь той точки зрения что боги реально существуют им действительно можно поклоняться если больше заняться нечем и с ними можно общаться и сотрудничать если есть на то способности и добрые воли если не боитесь потому что мировые религии объявляют ближних богов демонами дальше значит в арийской мифологии иранцев появляется ахура мазда бог творец и анти бог ахриман существует ли на самом деле ахриман или вот этот вот люцифер или сатана значит в мифологии о которой я говорю не присутствует но у других в конечном счете говорящих на славянском языке народности карпат гуцулов или мы произносим гуцулов себя называют гуцулы у них есть аридник то есть этот мир создан сатаной дьяволом а бог за ним только повторяет причем кое-как этим и объясняется то как мы живем потому что если бы этот мир устроил бог пришлось бы претензии предъявлять что что так плохо все устроил вот а так значит дьявол создал ну живите как умеете соответственно значит сходство белорусской мифологии с мифологией балтов хоть руками бери а насколько целостна она у них я просто не знаю значит может им достаточно самого факта что такая мифология была может быть них есть такие энциклопедии но я не читаю не по литовски не по латышски и поэтому буду повествовать только на том материале который хорошо знаю и так взаимодействие человека с богом является сутью традиционных или как обычно говорят языческих верований не рабы божьи а даже не слуги а дети внуки вот у нас есть божество дашь бог а русский народ значит русы называются внуками где-то затерялся папаша то есть дедушка есть это дашь бог а русы внуки значит японцы тоже считают что их не создали боги они происходят от богов от богини а матерасу поэтому возможно что дашь бог сотворил людей через промежуточный этап то есть какого-то другого бога который непосредственно значит дальше занялся изготовлением человеков представляет интересы бог велес или велес или велс в зависимости от того как на каком так сказать языке это произносится это так называемый психопомп то есть человек бог который сопровождает человека в иной мир мир мертвых мир духов одновременно он называется скотий бог но под скотиной или скотом скотом раньше подразумевались все животные они только домашние шива называется пашу пати то есть отец животных таким образом значит функция оберегания животных и одновременно торговли мудрости письменности это велес как я и говорил в детали я углубляться не хочу остановлюсь только на тех моментах которые могут считаться спорными то есть насколько точна вот эта мифология то есть стоит ли как говорится по списку взаимодействовать с перечисленными божествами организации которые возглавляю с 90-х начала 90-х называется купала это основное божество с которым я взаимодействую как говорится заставляю своих свою группу свою компанию это действует через те мероприятия которые провожу это песни это танцы это обряды это образ жизни которые как говорится связан с ну тем что называется традиционная культура я за то что это есть все на самом деле значит практика может быть вписана в обычную жизнь это практика культа собственного тела и здоровья долгой осмысленной жизни это любовь это красота это природа это вдохновение в том числе поэтич